МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжительные болезни. Похоронили Снегура на центральном кладбище столицы. Правительство открыло специальную книгу соболезнований. Визит недели. В Кишиневе побывал заместитель генсекретаря НАТО Мирчат Джиуан. По итогам встреч с руководством страны, альянс в очередной раз подчеркнул готовность сотрудничать с Молдовой по многим направлениям. Укрепление безопасности в регионе – приоритет на ближайшее время. Тариф на природный газ может быть снижен до начала отопительного сезона. По крайней мере, в Министерстве энергетики делают все для того, чтобы уменьшить финансовую нагрузку и расходы для населения. Правда, даже примерные цифры министр называть не стал. Но есть и другие мнения. В Молдова ГАЗ полагают, что пока закупочные цены не позволяют идти на понижение тарифа. В Кишиневе в последний путь провели первого президента страны Мирчу Снегуру. Его не стало в минувшую среду. Он умер от неизлечимого недуга. Во всех населенных пунктах, а также в дипломатических и консульских представительствах Молдовы были приспущены флаги в день национального траура. Церемония прощания состоялась во дворце республики. Почтить память первого президента страны пришло все руководство государства, нынешние, бывшие министры политики, ну и, конечно, те, кто хорошо знал Мирчу Снегуру, похоронили первого президента с государственными почестями на центральном кладбище столицы. Церемония прощания с первым президентом Молдовы началась в субботу утром во дворце республики. Почтить память Мирчи Снегура пришли первые лица государства, а также бывшие нынешние политики. Глава государства Майасанду выразила соболезнования семье покойного, отметив, что страна лишилась не только отца основателя, но и политика, понимающего нужды своего народа. 27 августа я уже знала, что ему стало хуже, но была рада услышать его теплый голос, как всегда, полный энергии, ощутить ту же заботу о судьбе страны, ту же заботу о согражданах республики Молдова. Хочу выразить от имени всех граждан страны искренние соболезнования родным, друзьям и близким господина Снегура всем, кто его знал и ценил. После траурной церемонии гроб доставили на главную площадь страны, туда, где когда-то Мирчи Снегур пообещал своему народу независимое светлое будущее. Память с первого президента почтили минуты молчания. Он был посвящен своей стране. Другое это условие. Людям иногда кажется, что президент может всё, но механизм власти очень сложный. Он останется в памяти, как большой и хороший человек, который любил людей, которого люди любили. Колоссальные заслуги перед нашей национальной историей. Во-первых, господин Снегур принял все документы парламента, которые касались либерализации и демократии нашей страны. И во-вторых, ещё с 89-го года господин Снегур выступал в поддержку румынского языка. Процессия продолжилась на центральном кладбище столицы, где и похоронили Мирчу Снегура. В своё время Мирча Снегур поддержал законопроект, дающий румынскому языку право быть официальным, а также возвращение страны к трёхцветному флагу. 3 сентября 1990 года Снегур был назначен Верховным Советом президентом республики. Мирча Ион Снегур А эту речь Мирча Снегур произнёс 27 августа 1991 года, когда провозгласили независимость республики Молдова. Выступление Снегура вписало его фамилию в учебнике ещё при жизни. Несмотря на довольно тесные отношения с Москвой, на Первом национальном собрании Снегур говорил о независимом будущем Молдовы. Молодое государство Молдова сближалось с Румынией. Тогдашняя советская власть в Москве опасалась воссоединения, что и спровоцировало войну на Днестре. Молдавским специальным подразделениям удалось захватить тогдашнего лидера сепаратистов Игоря Смирнова. Однако под давлением Москвы первый президент решил его освободить. В 92-м году Мирча Снегур и президент России Борис Ельцин заключили соглашение о мире. Снегур пробыл на посту президента до декабря 1996-го, когда на очередных выборах уступил кресло Петру Лучинскому. Мирча Снегур скончался 13 сентября на 84-м году жизни от неизлечимого недуга. В знак уважения к покойному первому президенту веб-страницы, президентуры, парламента, правительства и других государственных учреждений оформили в траурном стиле. Власти открыли специальную электронную книгу соболезнований. Игорь Дадон может покидать страну. На этой неделе Высшесудебная палата отклонила ходатайство прокуроров о продлении запрета на выезд из страны для бывшего президента и лидера социалистов Игоря Дадона, проходящего по громкому делу о кульке. После заседания Дадон отметил, что решение ВСП доказывает, что у прокуроров нет достаточных улик для сохранения каких-либо ограничений. Правда, он добавил, что все-таки может выехать из страны на некоторое время на отдых с семьей. Игорь Дадон обвиняется в пассивной коррупции, получении финансирования для партии социалистов от преступной организации, а также в продвижении интересов экс-лидера ДПМ Владимира Плохотнюка и его приближенного Сергея Яралова. Одной из важных улик в этом деле является видеозапись, на которой Дадону передают тот самый кулек с календарем, где и предположительно были деньги. В НАТО заинтересованы в укреплении устойчивости Молдовы, соблюдая при этом нейтралитет нашей страны. На этой неделе Кишинев с официальным визитом посетил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джиуана. В ходе встреч с руководством страны обсуждались возможности для укрепления молдавской армии и обороны. Ну а во время дискуссий с молдавскими журналистами верховный представитель Североатлантического альянса отметил, что власти Молдовы делают все для обеспечения суверенитета республики. Однако, по словам Джиуана, Россия не прекратит свои попытки вмешательства во внутренние дела других стран и бездействовать в этом отношении не следует. На этой неделе Молдову с официальным трехдневным визитом посетил заместитель генсекретаря НАТО Мирча Джиуана. На совместной пресс-конференции с премьером Дарином Ричаном Джиуана отметил, что НАТО работает вместе с партнерами из Молдовы, чтобы укрепить молдавскую армию и сделать структуры национальной безопасности более эффективными. Более того, по словам заместителя Йенса Столтенберга, у Молдовы есть потенциал в инженерии. Молдова настоящий талант в инженерии и инновациях, которые мы намерены продвигать вместе. Я продвигаю область инноваций в Альянсе и считаю, что здесь вместе с взаимоотношениями Молдовы и ЕС мы можем очень многое сделать. Нейтралитет Молдовы не означает безразличие. Это не означает, что нам не стоит ничего делать. Вот почему мы должны сосредоточиться на обороноспособности. Поэтому мы должны инвестировать в армию, чтобы у нас была национальная армия по стандартам НАТО. И, очевидно, здесь мы будем иметь поддержку наших партнеров. Мы не видим военного риска со стороны России в адрес Молдовы, поскольку Украина делает хорошую работу, в том числе при нашей поддержке. Этого риска сейчас нет. Но это не означает того, что Российская Федерация прямо сейчас не продолжает все, что связано с гибридной войной против Молдовы. От применения энергетического оружия до кибератак и дезинформации. Более того, Альянс внимательно следит за действиями России на территории Молдовы в условиях недавнего шпионского скандала. Мы из НАТО тоже выдворяли так называемых российских дипломатов. Румыния и другие страны в составе Альянса высылают этих людей, поскольку Россия всегда будет иметь эту привычку, приобретенную за долгие годы, в том, что касается использования подрывных действий. Все же верховный представитель Альянса надеется на благоразумие в том числе рядовых граждан Молдовы. Большая часть граждан, вне зависимости от языка, на котором они говорят, вне зависимости от политических предпочтений, какие географического расположения на территории, вашей страны понимают одну вещь. Быть в Европе намного выгоднее и лучше, даже с точки зрения безопасности и демократии, чем оказаться в авторитарном режиме. Глава государства Майосанду также беседовала с Мерчи Джиуан и в рамках его визита в Молдову сторону обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества Молдовы и НАТО. К слову, во время последнего саммита НАТО, прошедшего в июле в Вильнюсе с речью, выступил и глава молдавской дипломатии Нику Папеску. Присутствие главы МИДИ тогда расценили как четкий сигнал поддержки Молдовы в контексте кризиса безопасности в регионе. Ну а Североатлантический альянс в Вильнюсе вновь призвал Россию вывести свои войска из Приднестровского региона. Выдворен из Молдовы за угрозой информационной безопасности. Руководителя известного пророссийского издания объявили в нашей стране нежелательной персоной. Выслали из Молдовы первым же рейсом. Виталий Денисов получил 10-летний запрет на въезд в Молдову. По информации журналистов, свободной Европы Денисов имел звание полковника. В прошлом работал в Следственном комитете России и в администрации кремлевского лидера. Сам же Денисов грозит пожаловаться на молдовские власти в СПЧ. Ну а в Москве вновь заявили, что очередной недружественный шаг Кишинева не останется без ответа. Наш посыл ясен. Мы продолжим защищать интересы граждан Молдовы. Это зависит от каждого из нас, от всего общества, независимо от политической идеологии или языка, на котором мы говорим. Мы не позволим разделить нашу страну с помощью пропаганды и вредного контента. Еще один скандал разгорелся между Кишиневым и Москвой после выдворения из Молдовы руководителя российского информационного агентства «Спутник» Виталия Денисова. Его признали нежелательной персоной, угрожающей информационной безопасности нашей страны. О высылке Денисова сообщили послу России Олегу Воснецову. Сам Денисов уже в интервью для российских изданий рассказал, что к нему явились сотрудники миграционной службы, посадили в машину и отвезли в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом. Денисов пожаловался на то, что ему якобы не дали собрать вещи и даже забрать с собой домашних питомцев. В российском МИДе назвали подобные действия зачистка информационного поля. Это звено в очередное, в цепочке неадекватного отношения нынешних молдавских властей к понятию демократия. А я напомню, опять, чтобы нам потом не сказали, что мы преувеличиваем, просто для их отрезвления, закрытые каналы российские, бесконечное задержание или недопуск политологов, обозревателей, экспертов, которые тоже связаны со средствами массовой информации. Не удержались от комментариев и российские пропагандисты. Безусловно, встали они на защиту выдворенного Денисова. Так, например, Маргарита Симонян в своей манере заявила, что Молдова будет свободной. Ну а известный пропагандист Дмитрий Киселев указал на разрушительную, по его мнению, политику молдавских властей, которая переходит все границы межгосударственных отношений. Сам же Денисов в комментарии для РИА Новости не исключил вероятность подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. «Сейчас же модно, когда россиянин подает иск в СПЧ. По большому счету, там ситуация такова, что отсудить у Молдовы можно», — поведал Денисов, вернувшись в Россию. А в это время в Москве выразили протест официальному Кишиневу и вручили исполняющему обязанности поверенного в делах Молдовы Сергею Гончаренко ноту протеста в связи с цитата «необоснованным и провокационным решением молдавских властей». Все же некоторые молдавские эксперты и политики задаются вопросом, почему в условиях непрекращающейся российской агрессии против Украины и продолжающейся информационной войны главу российского информагентства выслали из Молдовы только сейчас. «Эта война нуждается в пропагандистской поддержке. Она присутствует. Отрицать, что присутствует пропагандистская поддержка вот этой войны, агрессивной войны, мне кажется глупым. Более того, у меня как гражданина появился вопрос. Если порталы «Спутника» здесь запретили, если что они транслировали, телевидение, ну у меня вопрос, а чем занимался господин Денисов в нашей стране? Ну они работают, они создали какие-то другие порталы. Учитывая то, что «Спутник» является частью официальной информационной политики Кремля, меня не удивляет такое решение. Виталий Денисов получил запрет на въезд в Молдову сроком на 10 лет. После начала войны в Украине в Молдове заблокировали сайт агентства «Спутник МД» за распространение информации, разжигающей ненависть в условиях чрезвычайного положения. Недавно между Кишиневым и Москвой случился дипломатический скандал. После публикации журналистского расследования об установленных на крыше российского посольства антеннах, власти сообщили о решении сократить штат российского депредставительства в целях обеспечения паритета. Ну а Кишинев покинули 45 сотрудников российского посольства, попавших под сокращение. Не проявляют интереса к процессу европейской интеграции Молдовы были исключены из состава национальной комиссии по европейской интеграции. Так, глава государства в эфире одного из телеканалов пояснила свое недавнее решение об исключении состава профильной комиссии Башкана и председателя Народного собрания Гагаузии. Соответствующий указ Майосанду подписала еще 7 сентября. В новый состав комиссии, помимо премьера, вице-премьеров, министров и руководителей парламентских комиссий, также вошли руководители антикоррупционной прокуратуры НЦБК, глава совета по телевидению и радио, а также представители гражданского общества и конгресса местных властей. К слову, руководство Гагаузской автономии в составе данной комиссии пробыло чуть больше года. Национальная комиссия по европейской интеграции была создана в апреле 2022 года. Есть предпосылки для уменьшения тарифа на газ для населения. Об этом на этой неделе поведали не только представители Минэнерго, но и некоторые эксперты в энергетике. Правда, насколько, пока неизвестно. Другое, не менее важное событие затронуло газотранспортную систему, которую передали в аренду дочерней компании румынского предприятия «Трансгаз Румыния». Однако регулятор не оставил без внимания того факта, что предыдущий оператор системы транспортировки газа не смог обеспечить свою независимость от «Молдова-Газ», как того требует треть энергопакета, и оштрафовал его на 34 миллиона лев. В «Молдова-Трансгаз» намерены оспорить это решение. «Пока рано еще говорить о конкретных цифрах. Будьте уверены, мы делаем все возможное, чтобы еще сократить тариф перед началом отопительного сезона. Все же не хотел бы сейчас выступать с какими-то цифрами, но могу сказать, что уверен, что ни один потребитель не будет этой зимой платить больше, чем в прошлом сезоне. Я уверен, что эта зима будет легче». И представитель наблюдательного совета «Молдова-Газа» эксперт в энергетике Сергей Тефилат считает, что для уменьшения тарифа на природный газ существуют основания, и, по его мнению, новые цены за кубометр для потребителей могут опуститься ниже 13 лев. Об этом Тефилат поведал недавно в одном из телеэфиров. Однако председатель правления «Молдова-Газа» Вадим Чабан не столь оптимистичен, и, по его мнению, пока причин для еще одного понижения тарифов на газ нет. «Я не вижу причин, чтобы в четвертом квартале были такие цены. По нашим расчетам, чтобы дойти до такого тарифа, в четвертом квартале средняя закупочная цена должна быть на уровне 350 долларов. А сейчас какая? Согласно последним изменениям, за лето средняя цена составляет 750 долларов». Также на этой неделе Совет директоров Наре утвердил договор о передаче газотранспортных сетей в аренду компании «Вестмолтрансгаз» дочернему предприятию «Трансгаз Румыния». До сих пор они находились под управлением «Молдова Трансгаз» дочерней компании «Молдова Газ», которая входит в состав российского «Газпрома». Договор аренды заключен на пять лет, и «Вестмолтрансгаз» будет платить «Молдова Трансгазу» 165 миллионов лев ежегодно за аренду сетей. С 19 сентября компания получит не только возможность управлять газотранспортными сетями по всей Молдовы, но и статус оператора согласно требованиям третьего энергетического пакета. Не утихают, несмотря на запрет партии. На этой неделе сторонники Илона Шора протестовали под окнами Конституционного суда. Высшая инстанция должна была рассмотреть на предмет законности запреты действующей против бывших членов формирования Шора, которые не позволяют им баллотироваться на выборах. В итоге заседание перенесли. «Прушите! Прушите! Викторине! Викторине!» «А что, он имеет право просто так запретить? Мы голосовали за эту партию, и мы являемся членами партии Шор, и будем оставаться до конца ими». «Это абсолютно незаконное решение, которое должно быть аннулировано немедленно, потому что каждый человек имеет право на то, чтобы баллотироваться. Это прописано в Конституции Республики Молдова». «Поводом для собрания на митинг сторонников, уже запрещенной в Молдове партии, послужило заседание Конституционного суда, на котором предполагалось рассмотрение запроса адвокатов беглого политика относительно запретов, согласно которым бывшие члены партии Шора были лишены возможности выдвигать свои кандидатуры на выборах». «Первое заседание по данному обращению продлилось менее 45 минут. Адвокаты требовали отвода председателя КС, эту просьбу не удовлетворили, ну а затем указали они на отсутствие двух членов высшей инстанции». «Мы все знаем, что одна должность в составе КС «Вакант» «Конституционный суд» является высшим органом конституционной юрисдикции, который должен обеспечивать реализацию этих полномочий». «В итоге заседание перенесли на 19 сентября. Напомним, в июле парламент внес изменения в законодательство таким образом, чтобы запретить членам неконституционных партий баллотироваться на выборах на срок до пяти лет. Тогда же председатель парламента Игорь Гроссу заявлял, что эти меры попросту необходимы, чтобы очистить систему от преступников». Представители партии Шора подали жалобу в КС. Саму же партию Шор по решению Конституционного суда объявили вне закона еще в июне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова